Встреча с французами Встреча с французами Встреча с французами Поделивший тогда золото Стивом Манине Вильям Менар Франция Третья дорожка Серебряная медаль в эстафете В активе француза И того и другого В комнате 4 по 100 Натан Эдриан Штаты Олимпийский чемпион Здесь был обладателем бронзы Тоже в эстафете Пятая дорожка И лучший по результатам полуфиналов Джеймс Магнус На Австралии Наши парни к сожалению не пробились Гречин Лобинцев Остались за бортом Финала Были очень расстроены Сейчас ребята начинают уже Вспоминать что Дескать Не те условия на озере круглом И тут всех Поразил Данила Изотов Когда начал говорить что Отдельных условий не создавали Плавали рядом юниоры И паралимпийцы Ну здесь хочется посоветовать Купить собственный бассейн И плавать одному Можно подумать Паралимпийцам и юниорам Плавать нигде не нужно Условия на круглом На самом деле Я с ребятами общаюсь Великолепные Два человека на дорожке Спокойно плавали Никто никому не мешал То есть когда не идет Уже начинаешь Бог знает что выдумывать Но с формой просчитались Это признал Авдиенко Сезар Сиэлла 46.91 Рекорд мира Французы сейчас неистовствуют Рядом со мной по левую и правую руку Комментаторы из Франции Которые так ждут Конечно победы от своих спортсменов Ах смотрите Бразилец как лихо начал Но здесь же здесь Посмотрим впрочем поворот Жилой Эдриан Плюс 16 Плюс 18 За бразильцем Пытаются Пытаются догнать Но все равно по-прежнему впереди Чуть-чуть Сиэлло И Джеймс Магнусен По четвертой Включается в мощнейшую финишную работу И он сейчас победит Блестящий успех Хайден второй Ну а у французов все же есть медаль Джеймс Магнусен 47.63 Австралия Победитель в этом виде программы Молодец И причем надо сказать Что за всю историю Чемпионатов мира Австралийские спортсмены Стометровку кролевую У мужчин не выигрывали Никогда И вот такой успех На Олимпиадах побеждали Но бог знает когда Еще в Мексике в 68 Майк Венден выигрывал До этого Несколько плотцов Было прекрасных Илья Менар Бронзовый призер Европы Годичной давности Становится третьим В этом заплыве А дальше Сиэлло Дальше Фабьен Жилло Сотая доля секунды Преимущество Менара Относительно Бразильца Сотая доля Представляете И пять сотых Выиграл Брэнд Хайден У Майнара Брэнд Хайден Кстати не в Монреале А в Мельбурне Был первым с Моаннини Ну и конечно Глядя на это плавание Хочется Передать привет И с добрым словом Вспомнить Саши Результаты Саши Попова Нашего непревзойденного Спринтера-королиста Четырехкратного Олимпийского чемпиона Который трижды Выигрывал Чемпионаты мира Именно в этом виде программы И вот они результаты Маклусон, Хайден И Мейнар Потрясающий заплыв Запомнит